всем привет с вами хитек томас и вот вот он наш монстр вот наш корпус для нашего игрового бюджетного компьютера с алиэкспресс стоит он три с половиной тысячи рублей в интернет-магазине онлайн трейд если берем же здесь магазин например в днс то он будет на 400 рублей стоит дороже поэтому стоило один день подождать и вот он именно вот в серебристом цвете есть также еще и в красном цвете то есть вот вместо вот этих серых вставок здесь сверху тоже идет красный фото вы видите на экране но я подумал что-то слишком детская хотя для игрового кому как это уже на вкус от цвет но вот я вот и выбрал именно серебристый да как мы видим здесь есть окно она конечно же не стеклянно это все пластика но в принципе для нашего бюджетного решения думаю это будет неплохо на передней панели мы видим кнопку включения кнопка розет и такой знаете псевдориобаз ну как бы тут всего лишь три положения это соответственно выключить средний оборот и высокие обороты на вентиляторах ну такой вот тут реобаз далее мы видим usb 3.0 2 usb 2.0 подключение наушников и микрофона в принципе здесь мы можем вставлять какие-то диски возможно уже полноценный реобаз сюда вставить это все у нас снимается все ставится здесь мы с вами видим в пленочках так здорово здесь мы с вами с вами видим вот такую вот решеточку сейчас бы не сломать все это снять как надо вот такая вот решеточка здесь у нас установлено уже два вентилятора давайте сразу почему именно в него уже входит пять вентиляторов это впереди на забор воздуха 2 это на выду сверху я покажу и сзади но у нас тоже на выду вентилятор 1 вот как бы из-за этого из того что уже в комплекте мы имеем пять вентиляторов за три с половиной тысячи рублей ничего не надо лазить самим что-то делать нет очень здорово здесь как надо здесь все по-настоящему здесь нет никакой там знаете фасад красивый такой уж там все четко был нет здесь все себе такая мелкая сеточка крупная решетка ну она будет в любом случае задерживать пыль но будет несложно вытащить ее продуть там промыть ее и поставить обратно соответственно у нас получается воздух беспрепятственно будет заходить наш системный блок и охлаждать нашу систему как вы знаете систему мы строим на материнской плате хуананжи x у ананжи x79 и она достаточно горячая с процессором и 52690 соответственно охлаждение у меня встала здесь на первое место ну давайте идем дальше здесь вот есть такая полочка сюда можно что-нибудь положить там например вот 0 в юсби да даже телефон вы заряжаете или внешний жесткий диск к примеру кстати сверху у нас тоже секунд час чтобы было вам видно то снимается все делаю впервые при вас поэтому лучше извиняйте что где-то что-то будет не очень получаться сейчас я разберусь конечно же как это хрень снимается то снял вот у вас здесь вообще даже еще здесь еще умеет здесь то есть за такая вот сеточка а здесь типа вы какую-то еще мягкий ты елки палки полноценный пыльник конечно это полноценный пыльник который снимается также моется чистится все все замечательно также вот видим два вентилятора все они по 120 миллиметров слушать но знаете я когда выбирал я же смотрел по фотографиям что я вам хочу сказать выглядит он лучше наверное он выглядит лучше чем посмотреть его на фотографиях вот такой вот у него задний вид как я сказал вентилятор раз два три семь семь слотов расширением но это стабильно расположение блок питания у нас нижняя что есть правильная да он ничем не закрытую здесь нет никакого сбоку разделения но знаете за три с половиной тысячи рублей что вы еще хотите давайте же откроем уже эту половину слушать я помню раньше знаете все было на болтах сейчас вот такие вот штучки смотрите и не нужен нам с вами и не нужно новее отверт хотя и подготовил вот такая вот слушайте ну вообще нормально все все нормально прям так плотненько мощно сделано кто-то говорил где то что якобы материал могли быть быть получше да фиг его знает не знаю за три с половиной тысячи рублей это вообще очень крутой корпус так что у нас есть внутри вам видно надеюсь видно давайте немножко камеру опущу здесь мы видим с вами пакетик пакетик что у нас в этом пакетике у много много разных болтиков подключение спикер елки-палки здорово хомутики чтобы уложить провода здорово вот это вот это очень классная вещь то что их прям реально доставки так смотрим внутри корпус у нас конечно под любую материнскую плату atx mini atx micro atx это все не важно так у нас здесь имеется три слота под жесткие диски два с половиной дюйма три слота под диски три с половиной дюйма видеокарты здесь вылезет любая потому что вот эта часть снимается откручивается под диски два с половиной дюйма и демонтируется соответственно от этой стенки до передней вот это все блин любую видеокарту лимузин можно сюда засунуть проблем никаких нет то есть сюда влезет любое абсолютно железо какой вы бы только вы не покупали давайте посмотрим на слушайте смотрите здесь под жесткие диски даже есть вот такие вот силиконовые пружинки что ли как вам сказать прокладки для того чтобы вибрация от диска три с половиной миллиметра три с половиной дюйма она вообще не расходилась и было бесшумно эту очень здорово что мы это видим столь бюджетном сегменте корпусов и этот корпус действительно он очень крутой для своего для своей цены что я могу отметить здесь нету например такие затем резиновых уплотнителей чтобы провода не просто в эти дырки входили а еще когда там фиксировались это уже конечно в более дорогом сегменте но на примере я знаю что в залман n3 и стоит он что-то тоже около трех с лишним тысяч у него такое есть но у него в комплекте идет три кулера если поправьте меня если ошибаюсь но для блок питания здесь тоже есть прорезиненные такие ножки 4 также чтобы гасить вибрацию и это здорово подключение чтобы подключить переднюю панель в общем ребята подытожу выбирал я этот корпус между этим корпусом и корпусом от залман n3 все-таки этот корпус и этому корпусу я дал предпочтение из-за того что у него уже стоит 5 встроенных вентиляторов и они там нет с подсветкой это что-то нам добавит и корпус достаточно должен быть холодный и хорошо охлаждать нашу систему в принципе соберу я этот компьютер посмотрим на как он будет справляться с этой теплотой обязательно конечно увидите дальнейший отчет на моем канале подписывайтесь ставьте лайки если это видео было хоть как-то вам полезным но вообще в целом корпус я советую ну все с вами был хай так томас пока пока